Добрый день, уважаемые земляки! Прошу прощения, что сегодня с опозданием, но была пересмелка, менялась ночная бригада врачей, я в том числе на дневную, поэтому выходим немного с опозданием. Как говорится, работа накладывает свой отпечаток. Ну, можно сказать, что за истекшие сутки ситуация в республике серьезно не изменилась. У нас 57 подтвержденных случаев, 32 случаев подтвержденные в федеральной лаборатории, 25 на уровне региональной лаборатории. Также остается ситуация стабильная и в стационарах республики. Сейчас в обоих стационарах у нас находится 40 человек. Из них тяжелых, можно сказать, четверо. Трое также по-прежнему тяжелых инфекционной больницы, двое на аппарате, и одна тяжелая пациентка с пневмонией здесь у нас в здании наркологии. Ну, сегодня уже можно сказать, что работа вошла в штатный режим, уже все смены отработали по одному дежурству. Отлажены работы, соблюдаются меры противопедемиологической безопасности, имеется необходимый запас лекарственных средств, расходных материалов. И люди, которые заступили на дежурство, прекрасно справляются со своими обязанностями, за что я им очень благодарен, потому что испытал на себе, что такое поработать в противочудной одежде, экипированной полностью, конечно, это действительно сродни подвигу. А что будет дальше, когда будет жара, действительно, это люди совершают без всякого поступка, который достоин восхищения. На сегодняшний день можно, соответственно, заявить, то, что медицинская служба Калмыки готова к принятию и гораздо большего количества пациентов. Что бы я хотел сказать? Ну, в первую очередь, слова благодарности тем людям, которые, и организациям, которые оказывают помощь в этих непростых условиях. За эти сутки, которые прошли здесь уже в госпитале, очень много людей подходило и приносили средства индивидуальной защиты, просто какие-то небольшие подарки. Спасибо большое всем. Также отдельное спасибо – это сети магазинов «Темпа», которые обеспечивают питьевой водой, бутилированной. Поэтому я очень рад, что жители республики с пониманием относятся к нелегкому труду медиков. В отношении тех скептиков, которые говорили, зачем мне сюда идти, то должен сказать, что за последние сутки я подчеркнул опыта, наверное, гораздо больше, чем за весь период с начала эпидемии. Потому что именно здесь видно действительно слабые места организации процесса, что можно улучшить, что действительно нужно, что необходимо. Поэтому этот опыт абсолютно бесценен. И сейчас мы с коллегами, с врачами, со средним медперсоналом уже активно обсуждаем то, как должна выглядеть современная инфекционная больница. А то, что современные инфекционные больницы нам придется строить, ну это однозначно, потому что природа все-таки преподала всему человечеству сейчас наглядный урок. То, что нельзя входить в успокоение и считать, что мы победили инфекции. Вот первая же глобальная инфекция в условиях, которая вызвала всемирное заражение, пандемия, показала, что все-таки мы рано успокоились, когда считали, что с помощью вакцин мы победили все грозные инфекционные заболевания. Сейчас, конечно, вектор системы здравоохранения, я думаю, после этого будет серьезно меняться. И опыт, полученный сейчас, он будет, как я уже говорил ранее, абсолютно бесценен. И просто ему нет действительно цены, простите уж за то, что повторяюсь. Сейчас ясно, что эта служба должна быть организована по-другому. И те экономические потери, которые сейчас несут все страны мира, и то, что сейчас внешние экономические связи, межпосударственные связи, получается, нарушаются. И средства, которые необходимо вкладывать в борьбу с эпидемиологически опасными заболеваниями, они никогда не будут чрезмерными. Потому что вот 3-4 месяца эпидемии показали, что в этой отрасли здравоохранения нужно продолжать вкладывать огромные деньги и уделять ей большое внимание. Конечно, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями онкологии не менее важны, но они не носят такого экономического ущерба, как все-таки эпидемиологические ситуации, которые возникли сейчас в мире. Поэтому я думаю, что и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и Всемирная организация здравоохранения во многом пересмотрят подходы к организации системы здравоохранения в целом мире. Уважаемые земляки, в очередной раз обращаюсь к вам. Труд медиков сейчас очень нелегок и очень тяжел. Поэтому я прошу вас, давайте еще сколько возможно оставайтесь дома. Берегите себя, в первую очередь стариков. Оградите своих родителей, своих бабушек, дедушек от контактов. Обеспечивайте их чем только можете. Снизите максимально их выходы на улицу. Я понимаю, что это не всегда просто сделать, но это сделать необходимо. Сейчас практика показывает, что тяжелее всего коронавирусные инфекции переносят именно они. На сегодняшний день у нас уже выписано 9 пациентов с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Но тяжелыми остаются именно наши старики, именно наши родители, именно наши бабушки и дедушки. Поэтому, дорогие земляки, я вас очень прошу, оберегайте своих родных и близких. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!